Мои господа, представляю соперников и первым бойца в синем углу. Ему 26 лет, рост 183 сантиметра, вес 84 килограмма и 300 граммов. Его стиль ММА. Это его профессиональный дебют, представляющий в Ладии Кавказ-Россия, РОБЕРТ ВАЛЬНИЕ! Его соперник боец Храсмуху, бойцов 32 года, рост 185 сантиметров, вес 84,2 килограмма. Его стиль ММА, его прекрасный профессиональный рекорд. Один бой, одна победа, представляющий в ШАЛИ РОССИЯ, БИСЛАН ХУРУСИНА! Рефери поединка Ашут Ашигян. Итак, средняя весовая категория, дивизион до 84 килограммов, РОБЕРТ ВАЛЬНИЕ! В синем углу, в красном, БИСЛАН ХУСИНА! В качестве рефери по-прежнему Ашут Ашугян. Статистика была на ваших экранах, там все очень близко с точки зрения роста и размаха. Ух ты! Мощное начало сразу же от РОБЕРТА! И тут же поставил такую небольшую сечку на носу, кровь оттуда сочится, борется БИСЛАН ХУСИНА! Это интересно! Пока здесь перемещение получилось, колено вовремя. Вот РОБЕРТА! Тяжелый удар причем получает. Упирается в сетку. Да, вот такая защита и еще один удар. Тем не менее, не оставляет попыток Кусинов провести тейкдаун. Здесь уже практически завел ногу. Кладывает корпус, начинает грузить. Пытается зацепиться за ногу и далее вывести из равновесия соперника. Здесь уже есть довольно большой риск пробивать коленом. Как только дистанция появляется, еще одно колено влетает. Причем эти удары очень жесткие. Вновь дистанция. Эпизод в целом забирает Валиев. Тяжелее как будто бы удар у РОБЕРТА, но при этом более подвижный, более легкий и динамичный. Это, соответственно, его оппонент. Что такое? Остановка какая-то. Рассечение. Необходимо осмотреть, насколько оно глубокое и можно ли продолжать встречу. Ой, 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 ой. Там именно где глаз, я так понимаю, да? Сечка. На самом деле еще один-два удара в эту область и... Ух ты! А там глубокое рассечение. Оно может разойтись. Причем разойтись серьезно. Еще раз смотрим. Слева. Да-да-да, попал. Можно продолжать. Показывает Лема Мусаев, наш доктор. Это сечка над глазом и могут возникнуть потом проблемы с обзором. Еще один удар от РОБЕРТа Валиева. Тяжеленный правый боковой прилетел. Здесь камерфист. Жесткие, жесткие попадания от бойца из синего угла. Прям мощное, уверенное, сверхуверенное выступление от дебютанта РОБЕРТа Валиева. Да, просто кувалдами машет и каждый удар является серьезной проблемой. Поднимается Беслан и встречный перевод. Вот здесь может быть еще интереснее. Ставка на борьбу сохраняется у Беслана. В стойке совсем все не очень. Проход в одну ногу пытается соорудить. Хусинов подсаживается и вкладывает опять же корпус. Силы тратит. Широкая защита у РОБЕРТа. Вот говорил ты, Ром, о достижениях Беслана Хусинова по кикбоксингу, но в этом поединке приходится бороться. Да, причем... Стойке очень сложно. Есть ощущение, что ставка именно была сделана, потому что с первых секунд практически пошел вперед Беслана. Может быть отреагировал так на удары оппонента. Вновь дистанция смотрим. Справа вложился на все 100 РОБЕРТ, но не попал. Обоюдный лоу-кик. Очень жестко. Фронт-кик. Еще один удар. Двигается вперед Усинов. И с падением. С прихватом ноги, точнее, произошло. Падение Хаммерфист. Еще один У. Очень жестко включается Валиев. Чудовищные силы. Просто всем весом врубается вместе со своими ударами. И, естественно, пытается там защищаться. Беслана Хусинова. Боковой контроль в итоге. Да, у Беслана Хусинова сейчас просто задача дождаться. Перерыва. А как тут дождаться? Минуты сорок раз пять. И можно работать локтями. И вот так на коротке, наверное, будет действовать. Хорошая камера. Да, нельзя лезть пальцами там ни в глаза, ни каким другим образом. Отдельный респект нашему режиссеру Павлу Попову. Да, хорошо вы сейчас понимаете именно диспозицию в целом Роберта. Насколько он хорошо здесь закрепился. И что, соответственно, пытается делать его оппонент. С контролем проблем там нет. А вот с уроном определенные присутствуют. Вскоре еще один удар от Валиева. Будет ли переходить в полный маунт, например. Капа на месте. По корму словом. Еще один удар. Вот, вот, вот. Конечно, тотальное доминирование Валиева. По факту в первом раунде, пока мы наблюдаем. Да и раунд уже почти закончился. Вот. Сап, сап, сап. Моя большинство. Оу. Тяжеленный удар. Еще при попытке встать получает Беслан. И вот сейчас пытается проморгаться. Так немножко в себя прийти. Больше не рискует подобным образом. Хотя в креветку так скручивается. И право-влево пытается отползти. Еще один удар по икре. Вещет вариант с заходом в борьбу. Роберт. А в кике здесь не получится. Да, просто велосипед такой из ударов наносит Беслан. И последние секунды успели провести еще одну атаку Валиев. Смотрим. И... Перерыв. Смотрим. Смотрим. Все. К сожалению для Беслана Хусинова поединок остановлен. Потому что дальше продолжать выступать в таком состоянии, с такой всечкой ни в коем случае нельзя. Здесь не вопрос, опять же, в смелости или в чем-то другом. Все прекрасно знают, что каждый из тех, кто приходит в Янк Игл, готов драться до последнего. Но это строгий регламент и правил, где нужно быть аккуратнее. И там уже с вальтухи гродит Роберт Валиев. Вот такой дебют. Успел показать за пять минут и неплохую ударную технику, и хороший контроль в борьбе, и локти там были тяжелые. От Валиева. Давайте присмотримся к этому бойцу поближе. Возможно, у него большое будущее. Потенциал точно есть. Видимо, кстати, Азамата Джекаева. Вот он рядом. Как раз сзади секундировал сегодня своего подопечного. Расстроен, конечно же, расстроен Достан Кусинов. Сегодня не его день. Терпел он первое поражение в карьере. И оно получилось досрочным. Уважаемые дамы и господа, в этом поединке после первого раунда виду невозможности продолжать бой бойца в красном углу после снятия врачом. Техническим нокаутом победу решил боец в синем углу клетки Роберт Валиев. И аплодисменты его достойному сопернику Бинслану Кутинову.